Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Камши Кушара. Уважаемые телезрители, по техническим причинам наш эфир был прерван. Мы приносим свои извинения и продолжаем выпуск. Начнем с самого главного. С решения, которое озвучили члены парламентской комиссии по выяснению обстоятельств передачи Грузии Георгия Лукава. Данное решение сегодня в 6 часов вечера зачитал депутат Илья Агуния. Постановление народного собрания парламента Республики Абхазия о заключении комиссии по расследованию факта помилования осужденного Лукава. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет принять текст заключения комиссии по расследованию факта помилования осужденного Лукава. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Заключение парламента народного собрания. Парламент Республики Абхазия по расследованию факта помилования осужденного Лукава. Первое. Созвать 5 января 2018 года внеочередную сессию народного собрания парламента Республики Абхазия. Второе. Народному собранию парламента Республики Абхазия утвердить заключение комиссии. Народному собранию парламент Республики Абхазия в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия о судебной власти представит президенту Республики Абхазия кандидатуру члена Конституционного суда и сформировать полный состав Конституционного суда для реализации его полномочий. 4. Передать в Конституционный суд материалы комиссии по изучению правомерности Конституционного полномочия президента Республики Абхазия по осуществлению помилования. Комиссия в кратчайшие сроки представит в Народное собрание парламента Республики Абхазия изменения в законодательство, ограничивающие помилования в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории Республики Абхазия. 6. Предложить президенту Республики Абхазия до рассмотрения вопроса Конституционным судом Республики Абхазия отстранить главу администрации президента Республики Абхазия от занимаемой должности. Принято практически единогласно. Решением не согласились собравшиеся у здания парламента. Они изъявили желание оставаться на месте, пока не будет принято решение, которое удовлетворило бы их. Мы требуем от парламента, в первую очередь от комиссии, которая расследовала данные указа о помиловании Лукава, мы требуем дать сегодня оценку, правовую оценку действия президента и принять соответствующее решение. А сейчас о том, как развивались сегодня события дня в их хронологической последовательности. С утра началось внеочередное заседание Народного собрания Парламента Республики Абхазия по ситуации, связанной с передачей Грузии Георгия Лукава. В заседании принял участие Рауль Хаджимба. Президент разъяснил депутатам ситуацию и свою позицию в связи с передачей Грузии Лукава. Ситуация с фактом передачи грузинским властям. Чего вы добились, что вы передали этого уголовника на территорию Грузии? Мы просто, знаете, заблудились в темном рису с этими документами, бумагами. Понимаете, у нас здесь очень много разных противоречивой информации. Очень даты, они разнятся. И нет конкретной информации. Никто, кроме главы государства, указ подписывать не может. Это действительно указ, подписанный мною. И связан он был с процедурой, которая проходила длительное время. Начиная с сентября месяца 2015 года, после обращения ко мне, руководителя Южной Осетии Тибилова, по вопросу обмена людей, находившихся в заключении на длительные сроки 25 лет и пожизненно, было принято решение. Я считаю, как глава государства, это политический акт. Акт, который нужно было выполнить, с учетом тех процессов, которые складывались на период 2008 года. Ситуация была непростой, мы все ее помним. Южная Осетия приняла на себя весь удар грузинской армии. И ребята, оказавшиеся в плену, должны быть возвращены. И обращение президента Южной Осетии послужило поводом начала этой работы. Но этот процесс не был таким простым. Грузинская сторона на эти предложения выдвинула свои требования. Список, который нам был представлен, содержал более 20 человек. Если говорить о конкретных людях, то решение было принято по 8 на обмен. Что касается длительности, о которой вы говорите. Да, действительно, грузинская сторона настаивала, категорически настаивала на возвращении именно этого товарища, который, в кавычках, был в списках, предоставленный первый раз. Но, как и вам здесь заявили представители спецслужб и другие, действительно, мы пытались оттянуть по времени к решению этого человека. Но, настаивая, как говорится, грузинской стороны, и возможности решения дальнейших вопросов по теме возвращения на нашу территорию значительного количества людей, находящихся на территории Грузии, из числа граждан Абхазии, но совершивших на нашей территории преступления, и Лакаева, который находился на нашей территории и совершил преступления. К сожалению, грузинская сторона все время пыталась оттянуть этот вопрос. Впоследствии начались политические процессы в самой Южной Осетии. Выборы президента. Начали мы практически с одного президента. В промежутке между выборами были дополнительные письма от исполнявшего обязанности. Эти письма у меня есть. И в последующем процесс этой работы был продолжен уже с вновь избранным президентом. Вот причина всех так называемых оттяжек по времени. И то, что вы говорите, что в январе месяце был подписан указ, да, действительно он был подписан. Но вся остальная деятельность как раз таки была связана с этой темой возможного возвращения тех людей, которые находились на грузинской территории. И это продолжение того процесса, который был именно связан с возможностью обмена граждан Южной Осетии и грузин, которые находились на нашей территории, в наших тюрмах. По мнению депутата Рауля Лолуа, процесс принятия ответственного решения был недостаточно открыт. В частности, по его словам, необходимо было созвать заинтересованных людей и объяснить такой шаг. Рауль Хаджимба напомнил, что вопрос обмена обсуждался с депутатами предыдущего созыва, и тогда весь депутатский корпус поддержал президента. Что касается дела, то есть это открыто или закрыто? Парламент предыдущего созыва, во главе со спикером парламента, чтобы это не скрывать от людей, я обратился к парламенту. Этот вопрос обсуждался в парламенте, и все как один заявили о возможности такой процедуры, о прохождении такой работы. И после получения практически добра на этот процесс, мы продолжили эту работу. Депутатов интересовало, на кого конкретно был обменен Георгий Лукава, на что депутат парламента Илья Гуни отметил, что и раньше при обмене других не менее опасных преступников такие подробности не сообщались. Таких опасных преступников, как Гугохия и Мамасахлиси, выдали Грузии даже без каких-либо документов о помиловании и обмене, напомнил президент. Вот ситуация с Росгеном Гугохия. Росген Гугохия не менее одиозная фигура, награжденный орденом Вахтанга Гургосала и являвшийся одним из активнейших участников партизанского движения, на совести которого было не десятки, а больше десяток убитых людей. И его вернули без какого-либо обмена. Точно так же возвращали Мамасахлиси, точно так же возвращали Малхаза Курзая, подозреваемого в совершении преступления по вертолету. К сожалению, это не было доказано. В основном депутаты выразили мнение, что решение о помиловании Георгия Лукава необходимо было принимать в соответствии с положением о комиссии по помилованию и досрочному освобождению. Есть конкретно комиссия по помилованию, которая создана законом, то есть указом президента от 9 апреля 2010 года. И поэтому произошло элементарно простое. Вы пренебрегли указом президента по утверждению положения комиссии по вопросам помилования. Вопрос в том, что комиссия по помилованию, именно комиссия, пункт 11, выносит решение о возможности применения акта помилования и обращается к президенту с ходатайством о применении в отношении осужденного. Это уголовный преступник. Амнистия – это акт милосердия. Если вы меня спросите, в лице Лукава невозможно совершать милосердие. Единственное, я с вами согласен, есть моральные, дружеские, дружественные к нам страны отношения. Вопросов нет. Я считаю, что если вы сказали бы, что да, я взял на себя такую ответственность перед теми, кто попросил, и принял такое решение, не отправив в комиссию по помилованию, в которую он должен был бы отправить, я лично вас понял бы. Насколько я понимаю, комиссия может принимать решение, президент может с этим решением не считаться. Вы взяли крайнюю форму, я беру другую форму. Комиссия дает добро, президент может не подписывать указ о помиловании. В этом случае это говорит о том, что создание и положение комиссии говорит о том, что оно носит рекомендательный характер. Это на мой взгляд. В случае, если этот документ рекомендательного плана, то я считаю, что положение, которое записано в Конституции, оно превалирует над этим документом. Это первое. Второе. К сожалению, мы по этому вопросу, здесь у нас много юристов, и каждый из них говорит, что он сам углалифицированный, мы, общаясь с юристами, однозначно ответа не получили. Ответы разнятся именно в этой части. Одни считают, что да, так. Другие считают, нет, наоборот. Значит, в этой части единственный высший орган, который может дать разъяснение, это Конституционный суд. К сожалению, он не сформирован. Я поясню, что мне понятно. Это был политический акт, это были политические договоренности, это президент взял на себя. Да, возможно, процессуально, тут некоторые юристы, даже юристы, во мнении, как это должно было происходить, они сами разнятся. Да, кто-то говорит, должен был, кто-то не должен был. Мы с вами не решим этот вопрос. Мы говорим, имел ли право президент помиловать? Да, президент имел право помиловать. Но, как до этого было сказано, документы готовит, естественно, не президент, не собственноручно. Возможно, здесь есть упущение администрации президента. Возможно, технически это было как-то преподнесено по-другому. Но это технические вопросы. А если вопрос стоит, имел ли право или не имел право, то мы все прекрасно понимаем, что президент мог помиловать. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба прокомментировал законодательные основы указа президента о помиловании Лукава. Валерий Агрба разъяснил разницу между указом о помиловании и актом об амнистии. Амнистия принимается народным собранием, то есть парламентом. А это был акт помилования. Это совершенно разные два акта. И в теории права статья Конституции полномочия президента, которая позволяет осуществить акт помилования, без отсылки никакой корреспондирующей нормы нет. Если бы это была норма расписана как в других статьях Конституции, в том числе и полномочия парламента, когда парламент осуществляет свои функции с отсылкой, в соответствии с конституционным законом, в соответствии с законом, такие есть формулировки, а есть такие понятия, как нормы Конституции прямого действия. Полномочия президента по акту помилования, а мы знаем, что в Конституции идет прямой, так как мы правовое государство, демократическое, и настроены на принципы разделения властей, исполнительную, законодательную и судебную, и все эти ветви власти независимы. Единственное условие и единственный случай вмешательства президента в судебную ветвь власти, единственный случай, прописанный во многих Конституциях мира, это акт помилования, когда высшим органам судебной власти вынесено решение, когда оно не подлежит никакому обжалованию, и прошло все инстанции, и вступил приговор в силу, вне зависимости от вида преступления. В нашей Конституции есть исключение, когда президент может вмешаться в судебную ветвь власти и помиловать любого индивидуального лица, вне зависимости от совершившего его преступления. Депутат Батал Табагуа в свою очередь отметил, что необходимо заложить законодательный фундамент для недопущения подобных ситуаций в будущем. По его словам, пора переходить к цивилизованным взаимоотношениям, чтобы не приходилось выходить и разговаривать на улицах. Заседание комиссии продолжилось до принятия выводов о законности передачи грузинской стороне гражданина Лукава. Ирина Аршба, Леон Адлейба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Сегодня у администрации президента и у парламента вновь собрались люди. К собравшимся у администрации президента вышел Рауль Хаджимба. Я был сегодня на парламенте, выступал перед той комиссией, которая была создана. Задавались вопросы, почему был этот подписан указ, почему были отданы неравнозначные количества людей, почему на 8 и на 4 мы поменяли, почему именно потом был отдан Лукава, почему мы приняли такие решения. Эти решения принимались открыто, никто их не скрывал. Первое письмо, которое пришло ко мне от имени президента Южной Осетии в 15-м году, в сентябре месяцу, гласит о просьбе произвести обмен на ребят из граждан Южной Осетии, которые находились в тюрмах Грузии, которые получили по 25 лет и пожизненные заключения. Я, как глава государства, и как абхазское государство, которое выстроило отношения с нашим братским народом из Южной Осетии, я не мог поступить иначе. Это был политический акт. Я принял решение подписать соответствующий документ о проведении соответствующего обмена. Но я, прежде чем решить эту задачу, обратился к парламенту предыдущего созыва. Это было открыто заявлено. Этот вопрос обсуждался в парламенте. И парламент тогда практически одобрил, хотя он не имеет на то каких-либо прав составлять какие-либо документы и подтверждать свое согласие каким-либо документам. Но вся депутатская масса людей, которая присутствовала на этом собрании, подтвердили, что это необходимо сделать. И мы приняли это решение. И этот процесс начался в марте месяце. И он продолжался практически в течение года. Да, мы забрали и еще одного человека, который находился на территории Грузии, который здесь совершил преступление. Теперь мне инкриминируют, зачем он нам нужен был. Когда он находился там, нам говорили о том, что вы не способствуете тому, чтобы люди, совершившие те или иные преступления, несли бы ответственность по нашим законам. Поэтому я не могу знать, какое решение примет, конечно, комиссия, но с учетом тех мыслей и разговоров, которые я видел, есть попытка, как говорится, принять решение о том, что президент не был правомочен принимать такого рода решение. Могу вас заверить, в Конституции мне предопределено право помилования. Да, говорят, почему вы не пошли по пути предоставления этих документов комиссии по помилованию. Эта процедура не предусмотрена и не расписана. Да, есть соответствующий указ о положении этой комиссии, но это был, я еще раз говорю, политический акт и какого-либо другого решения быть не могло. И все те действия, которые мы совершили, находятся в рамках закона. Если это кого-то не устраивает, из этого пытаются выдавить некие политические дивиденды, то это очень пагубно для всего нашего общества. Такими способами решать задачи будет очень отрицательным образом сказываться на нашей стране, на нашем обществе. Надеюсь на то, что все-таки благоразумие должно быть превыше всего, превыше наших личных амбиций, наших желаний. если считают, что такая норма, которая есть на сегодняшний день, она неприемлема, то есть возможность решения задач путем проведения соответствующей работы в исполнительной власти, законодательной власти, и можно отменить эти нормы, но не так, как это сегодня предполагается. Затем президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вышел к собравшимся у здания Народного Собрания. Президент в частности отметил, что принятое решение не противоречит Конституции и законам страны. Он также напомнил, что идет работа парламентской комиссии, которая изучает материалы, связанные с передачей грузинской стороне Лукава, заключение которое будет услышано и принято. С вопросом, действительно ли Конституция Республики Абхазия дает президенту право помиловать преступника, осужденного Верховным судом за преступления, совершенные на территории Республики, мы обратились к независимому эксперту, заслуженному юристу Абхазии Зауру Барцец. Я могу говорить только о законности принятого решения президента, потому что в Конституции записано 53-е статьи, наряду с другими полномочиями там написано осуществление помилования, идет прямо осуществление помилования. В Конституционном законе мы называем так, допустим, в Уголовном кодексе, в 79-й статье написано, что помилование осуществляет президент. При этом никаких предварительных условий в этих статьях не приводится. Значит, он может принять такое решение, исходя из целесообразности для государства, для общества. А если коснуться ходатайства, процедуры мелких таких незначительных, то там расписывается, когда это обсуждается в комиссии при президенте, созданной тоже на основании решения президента. В комиссию входят многие лица и обсуждается. Тут требуется заключение и мнение генерального прокурора, представителя Верховного Суда. Я еще раз говорю, это просто в инструкциях, когда рассматривается жалоба поступила от заключенного, порядок расписан, чтобы люди не терялись, что дальше делать с этой жалобой. А так в самом законе и в Конституции этого порядка нет. В данный момент митинг у администрации президента и у парламента продолжается. Наши корреспонденты работают на местах. Мы выйдем в эфир по мере поступления новой информации. А сейчас к другим темам. Сегодня исполняется 25 лет со дня январского наступления в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 5 января 1993 года абхазские военные предприняли попытку штурма оккупированной войсками Госсовета Грузии столицы Абхазии. Передовые части абхазской армии вышли к окраинам Сухума, однако дальнейшего успеха развить не удалось. Несмотря на то, что попытка освободить город оказалась неудачной, другая цель этой операции, а именно отвлечь силы противника от Восточного фронта, удалась. Во время январской наступательной операции погибли 37 абхазских бойцов. На протяжении уже 25 лет в этот день ветераны войны встречаются и поминают своих погибших однополчан. У моста через реку Гумиста собрались бойцы инженерно-саперного батальона, участвовавшие в январской наступательной операции. 5 и 6 января 1993 года 12 человек из этого батальона погибли, выполняя боевую задачу по разминированию участков на подступах к Сухуму. В их числе и командир батальона Чукбар. Руслан Худжава издал брошюру об истории создания и боевом пути инженерно-саперного батальона. Очень трудно. Это по счету уже моя 14-я книга. Она брошюра на сей раз она вышла, но она войдет в мои большие книги. Вот третий том я сейчас готовлю «Хроник Одесной войны народа Абхазии». Там где-то тоже, наверное, будет до 1000 страниц как первые два тома. И по просьбе ребят, участников боевых действий я вот и с помощью самое главное при участии президента он оплатил спасибо ему большое Раулю Джунковичу нашу книгу на радость ребятам, на память народу. И сегодня вот в день наступления январского мы обычно вот батальон встречается здесь на этом мосту и мы решили приурочить к этому дню и вышли вот эти вот брошюры книжка она маленькая брошюра но это память большая потому что мы сами прекрасно знаем если память не будет сохраняться у народа то оно уже народом нации не будет называться поэтому маленькая книга или большая это огромная память народа Мы хотим наши ребята все которые сегодня здесь собрались огромная благодарность высказать господину Ходжава который взялся за эту книгу правительстве республики нашей именно президенту республики а также мы хотим продолжить потому что есть еще многое недописанное здесь вторая книга может оказаться третья книга должна оказаться В городах и районах республики сегодня почтили память бойцов погибших в январском наступлении 1993 года каждый год 5 января к памятнику погибшим воинам в центре города Гудаута возлагаются цветы не стал исключением и сегодняшний день почтить память героев сюда пришли родители погибших воинов ветераны войны представители общественности руководители администрации депутаты районного собрания молодежь в памяти поколений будут вечно жить герои сложившие свои головы за свободу в морозном и снежном январе 1993 года ну а сейчас о погоде по сообщению гидрометцентра выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков но в субботу ночью утром возможен дождь температура воздуха ночью плюс 6 11 днем 10-15 температура морской ВД плюс 11 это вся информация к этому часу всего доброго и до встречи в эфире до встречи uh i які и м до встречи Продолжение следует...